Всем доброго времени. Это бонус, который у меня собрался где-то за три месяца. И этот бонус, этот палладий, он в основном находился в контактах с серебром. Возможно какие-то контактики были покрыты палладием. Это из моего материала, из материала заказчиков. Вот даже в предпоследнее видео я перерабатывал конденсаторы. Среди них были конденсаторы КЛС. И видимо там какой-то конденсатор или пару конденсаторов было с содержанием палладия. И вот все это я насобирал. Не знаю сколько здесь получится палладия. Но я все же хочу уже проверить. Вот такая ковбочка. Насколько она? Наверное на литр возможно. Я не вижу что здесь написано. Литровая, да. Сейчас буду фильтровать все это. И затем растворять в азотной кислоте. Вернее не в азотной кислоте, потому что в азотной очень долго. В царе я растворю вот этот палладозамин, глиоксимат. Фильтрация прошла быстро. Ну и вот что на фильтре. Конечно, немножко темноватая. И с какой-то зеленью. Долго стояла. Кто там знает, что туда выпало еще. Из раствора. Ну сейчас стакан. И буду растворять царем. Растворил палладозамин. Фильтрую. Это здесь фильтр вот так отражается таким близной. Ну а сам раствор вот такой вот. Пофильтруется я затем стакан его. Сейчас стакан. И тоже заливаю аммиаком. Чтобы почистить вот этот раствор от разной муки. Аммиак. Вот сколько муки было в растворе палладия. Вот она висит. Так что сейчас еще фильтрация. И затем восстановление. Вот с такого раствора. Который уже я отфильтрую. Раствор после фильтрации. Залил двухлитровый стакан. На всякий случай вдруг зеркало покроется зеркалом. Легче будет старапывать. Литровым конечно сложнее. Сюда рука войдет. А тот стакан конечно нет. Так что сейчас ставлю на плитку. Нагреваю до кипения. И вливаю гидрозин гидрат. Буду восстанавливать таким способом палладий из этого раствора. Раствор закипел. Вот здесь у меня три кубика гидрозин гидрата. И вливаем понемножку. Капельками вливаем. Цвет раствора меняется. Идет вот такая реакция. Можно влить больше. Запас в стакане имеется. Так что можно еще добавить. Полтора кубика я влил. И нужно подождать. Возьму еще палочку. Буду помешивать. Или же можно поставить мешалку. И мешалкой помешивать. Я уже вижу там идет восстановление. Такой снежок появляется. Пока выключусь. Нужно помешать. Ну, в общем, вот такое серенькое там выпало. Вот, возможно, видно, да. Ну, и на стенках тоже. Вот, на дне стакана. Там, где магнитик бегал. Там нету. А сейчас я вот эти стенки. На этих стенках царапаю. Затем отмою куда-то осадок. Высушу и посмотрим. Я думаю, должно быть даже и неплохо. Осадок такой натуральный. Натуральный, тяжелый. Не то, что там легенький, пушистый. Такой тяжелый. Металлом выпало. Металл. Да. И вот такая жидкость. Вот она. Слегка желтоватая. Или желто-зеленая. Ну, примеси здесь остались. А здесь выпало все чисто. Можно взвесить бонус пока вот в таком виде. Высушил. Осадок. О. Ну, пока вот так. А сейчас проколю. И еще развесим. Не видно. Да, плохо видно, конечно. Тигель темный. Сейчас проколю. Горелки проколю. Небывалый случай. Обыкновенной горелкой почти сплавил. Вот такие шарики получились. Сейчас посмотрим. И так будет виднее. Ну, вес, конечно, вот такой стал. Вот такой вес. Ну, 0,2. Да, 0,2. Прыгает веса. Вот такие вот шарики. Вот такой бонус. Ну, как говорят, на дороге не валяется. Вот так понемножку собирал. И вот сколько собрал. Копилочку пойдет. На этом все. Всем доброй и удачи. Всем пока. Кстати, вот эту я получил, как бы, в подарок. Переработаю. А затем уже сплавлю все вместе. Вот она копилка. Вот такой вес. Ну, я думаю, скоро 30 грамм будет. Вот. Вот она крепит. Ну, я думаю, Isso.